всем привет итак герлсы и гайсы вы готовы со мной сегодня приготовить а-ля паста карбонара итальянское блюдо вкусно но более упрощенный вариант такой бюджетный вот так я вам всего днем видео покажу моя сестра делает постоянно и очень очень вкусно получается и я не вижу причины не приготовить сегодня бюджетный вариант эту пасту а-ля карбонара у меня есть такая длинненькая вермишель и есть вот такая вот бабочки мне очень нравится они так прикольненько вкусненько кушаются на вкус и на цвет и то что это бабочками очень прикольно мне даже кажется что с этим с этой вермишелька это будет вкуснее чем такой длинно длина она ломается там туда-сюда но я хочу в общем с этой есть два варианта либо такую либо любую другую которая у вас есть вы берете или такую классическую длинненькую я буду брать это еще 10 раз повторить надо что я еще беру пармезана сыра у меня нет у меня пойдет сыр твердый классический есть у меня такая голландия и кантри плавленый сырок мне понадобится вершки 10 процентов жирности 200 грамм здесь но мне уже тут половинка молочко молочко где-то я буду брать стакан а может и два то есть мне надо чтоб соус был как бы не сильно и густой и чтобы его было хорошего количества что наша вермишель к там если не плавала в этом соусе буду делать на две порции здесь вермишели 500 грамм уже пол пакетика осталось 250 буду я делать с грибочками и с грудинкой такой подкопченной можно брать шиночку можно брать бекон кто как любит но так как тут на две порции у меня а второй человек который будет это употреблять он не любит бекон там где прослойка жира есть поэтому я взяла на такой более упрощенный дешевенький вариант это грудинка куриная балучок куриный вот я его возьму где-то вот столько это чуть больше половины здесь 360 грамм я возьму 200 грамм вот такие вот шампиньон щеки у нас есть для веганов вегетарианцев это сейчас так модно могут брать просто грибы без мяса до делать пасту карбонара также пол луковицы мне понадобится буду к пасте еще делать салат вот салат я вам тоже покажу какое-то будет для салата мне понадобится такой вот хороший кусочек этого огурца половинку помидора мы красный перец болгарский чуть-чуть листиков салата если у вас есть листья салата можете брать у меня этот айсберг айсберг да 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 и половину луковицу меня пойдет на посту половину на салат и так сначала давайте я это все как бы дело порежу и буду пошагово вам говорить что и как я делаю включаю водичку для нашей перемешали одновременно я нарезаю все вот это отправляю сковородки сковородки сковородку и сразу меня вопрос хозяюшкам кулинар вот моей сковородки посоветуйте пожалуйста как вот это вот все вымыть мои сковородки всего лишь год и я ее тщательно мою но вот вот это вот пятнышко она не вымывается что это такое скажите мне пожалуйста это все перед их городах сковородки или это можно еще как-то исправить подскажите пожалуйста буду вам очень признательно и так нарезаю ставлю на паузу и вернусь к вам и так смотрите ребят первый шаг это мы включили кастрюлю воду там мы закипятим для нашей вермишели вот так вот я порезала такие достаточно такие мелкие крупные некрупные кусочки нашей куриной грудки разогревается сковородка доливаю подсолнечное масло и даже не оливковое просто обыкновенное подсолнечное масло какое у вас есть как бы нас упрощенный вариант но тем не менее вообще не уступает ничем итальянской пасте карбонара так вон он уже там стреляли наверно где-то была водичка все высыпаю эту прелесть туда сейчас я буду резать лучок и шампиньончик для тех кто не ест мясо это сейчас так модно какого-то перепугу наверно очень полезно вот и просто могут добавлять грибочки а еще чеснок накрывают и дело стоит она у меня на пятерочке не сгорела сейчас покажу половину луковицы и грибочки так смотрите вот я порезала не сильно мелко не сильно крупно лучок то есть вот такой он средних абсолютно размеров также сама грибочки сейчас еще чесночок дочекаю чесночок порезала тоже небольшими такими кубиками вода закипела этим временем я ее подсаливаю чтобы пол чайной ложки так и будут закидывать вермишель делать одновременно это я убавляю на шестерки варится вот этого будет достаточно на двоих а наш еще вермишель разварится чуть-чуть помешаем и варю ее до готовности эти бабочки они долговатисто варятся в общем до готовности у нас уже своя свадьба происходит до золотистой корочки в середине больше почему-то горит жарится быстрее мы сюда отправляем чесночок в классической версии это естественно на оливковом масле поджаривается сначала чесночок он меняется там как-то организмами маслом отдает весь свой аромат запах потом чесночок достается и все остальное жарится но я не вижу никакого смысла такое делать абсолютно ничего не меняется чесночок я доставать не буду кто не любит чеснок чеснок кто-то все может его не кидать не лук не чесночок я делала как бы один раз из чеснока и без лука как бы и узнаете сильно погоду она не делает в этот раз я добавляю все и и лучше и чесночок и грибочки очень хочется одно рукой это очень легко наделать нема шпатила нема чтоб поставить и делать а третья рука ушла на работу не помогала все это я накрываю крышкой и оно там у меня жарится сейчас она кажется что так много его прямо грибочки вы жарится вермишель надо сделать тише костер что она варилась равноверно а не разваривалась хорошо вот тут меня жарится тут у меня варится этим временем я натру плавленый сырок которые буду кидать сюда вместе с молоком и с вершками вот такой я беру в этот раз взяла вам плавленый сырок и кисть там воршковый рай вместе можете любой другой брать который вам попадется подготовлю сыр тоже натру твердый который и так смотрите плавленый сырочек натерла твердый сырочек что у меня был тоже натерла в таком брикетике 150 грамм а вот смотрите что тут у меня творится в сковородке уже видите количество уменьшилось рябочки ужарились и самый раз сейчас можно добавить всякие приправки которые вы любите я например а я люблю чуть-чуть мы поперчим подсолим нашу я люблю соль перец а вот так вот а потом по готовности мы еще будем пробовать когда уже добавим молочко вершки так слегка подсолю так что у меня тут есть у меня есть какая-то вот такая вот история приправа с сушеные помидоры с чесноком и базиликом отличный вариант тоже сюда кидаем но я говорю вы кидайте все что вы любите какое и предпочтение вы отдаете таким этим приправам чуть-чуть перца видите у меня тут суммиш партии пацио означает разнобой такой всяческий перец естественно итальянские травы туда итальянское блюдо без итальянских трав и совсем не колхозный вариант надо ля-ля очень прикольное блюдо просто бюджетный вариант шикарный знаете как бы уже под наше время она короче итальянская кухня стала итальяна украину кухня дамы с украины смотрим все перфекта вереношель у нас до сих пор вот видите уже увеличилась она такая в объемах нормально тут уже на троих даже хватит ну чтож еще две минутки пусть она прожарится и я буду добавлять уже молочко с вершками и плавленый сырочек пока она жарится в это время все я могу сделать я могу для своего салата этот лук немного замариновать мариновать я его буду в этом в уксусе сейчас я его пинь-пинь-пинь порежу где у меня посуда специально все порежет тоненько полукольцами я вам покажу смотрите вот такими тоненькими полукольцами не этот лучок порезал хочу замариновать так вот так вот ему полукольца его замариную весь вот а вот в салат посмотрю буду или я весь добавлять или нет чтобы его много сильно салате тоже не было вот у меня уксус обыкновенный там тын-тын-тын буквально может столовая ложечка до хорошенько и вот там по колбасу а теперь пусть стоит минут 15 10-20 где-то так все посмотри на с собой что тут наша вермишель красотка так еще пару минут и она будет готова смотрите какие бантики красивые так тут буду сейчас выливать вершки у меня тут осталось половинка красота молочком сейчас для понимания налью в стакан в этот вы понимали сколько молока уходит вот и такой хороший такой стакан может 250 его влазит как раз по упаковке молока добавляю половина тут 900 грамм до половина 450 даже 450 ливонем здесь около 280 такой хороший стакан красотище так отлично все теперь она подогреется я могу да я уже могу сейчас прямо этот плавленость уручек вот так тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын тын 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 если нет сыра у вас да то что я могу сказать соболезную то тогда берете эту муку ложку наверно в столовую сначала без горочки не смотрите потом как загустевает или нет ваш соус он должен быть не жидким таким как прямо вода он должен много загустевать сырочек этот плавится придает свой вкус тоже пикантная и пока он тут плавится я смотрю что у меня с вермишелькой который наверное уже надо доставать пока накрываю что тут у нас класс берем одну бабочку или один бантик и съедаем сыр у нас есть еще не готова пусть еще ну ладно минуты две-три тебе я даю морись так сыр 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 что тут у нас красота надо чтобы плавленый сыр очек что сделал правильно расплавился сюда в соус я не добавляю яйцо как в классическом соусе я не добавляю можно в конце уже когда вы нас вермишель высыпите сюда в соус помешаете на в тарелку себе накладете и тогда уже яйцо сверху сырое и размешать это очень прикольно мы так пробовали кафетерия или в ресторане в диосе подают карбонару очень вкусно так окей высыпаю твердый сыр этот вы понимаете да что мы подстроились под свой бюджет что сама паста карбонара как бы не для всех по карману там и короче если нету сыра пармезана да вот то можно его заменить просто нашим классическим сыром каким-то нет очень вкусненько там еще я натру твердый сыр чтобы уже на готовое блюдо чтобы на готовое блюдо посыпать сверху сыром смотрите за счет этого плавленого сырочка соус становится таким как нам надо он уже загустевает и не нужно добавлять никакой муки шикарно пока мы тут готовили сам соус саму пасту эту карбонару наша вермишель до сих пор варится такая долгоиграющая история есть вермишель который быстро варится а это вот тут смотрите какая красота надо теперь попробовать на соль на приправке чтобы она не пресная было облизывать это буду делаю тише огонь что но не все выкипело так смотрите вот видите какой вот такой консистенции нам нужен соус отлично получится наверно сырный сырный боже боже кайфушечки какие он действительно такой сырный получился блин обалдиссимо это можно назвать это паста ля карбонара обалдиссимо по украински на такая своя версия все это просто бомба бомба петарда граната все бабочки вы готовы класс это я выключаю это я пока делаю меньше он не выкипал это очень вкусно он такой получаются сырные блин лет и такой сыр вкусный короче я вам так скажу что не надо заморачиваться по поводу сыра этого пармезана берете в два раза а то и в три раза дешевле сыр и будет вам счастье уже как это вкусно делали по рецепту клопотенко у нас короче не получилось очень мало соуса получилось сухие редкие и несмочные так хорошо все накрываю и займусь этой вермишелью смотрите вермишель я процедила даже чуть-чуть сполоснула и и говорят что нельзя но я чуть-чуть сполоснула потому что потом отправляю эту красоту сюда класс идеально просто идеально смотрите вот как раз очень все идеально вермишели именно ровно столько сколько нужно для этого количества соуса не больше не меньше немного засвечивает камеру это просто шикардос боже какая прелесть она если я выключу он блин все равно вам не видно вам включу но это очень круто это то что надо она там будет будет делает разговаривать он так нормально сковородка получилось туда же на троих сейчас я попробую это прелесть еще лучше 3 9 сейчас я вам возьму вот так вот было и бантик и и грибочек шевелится и грудинка боже как это вкусно это очень вкусно прям советую от душе попробуйте так закрываю выключаю это все дело займусь пока салат красота смотрите сырья натерла подготовила так вот на такую вот терочку то есть таких она средних размеров вот большая есть вот средние есть вообще такие сырья откладываю на потом когда буду на стол на кровать так что я делаю салатом режу на кубики огурчик помидорчик и перчик как бы салат на двоих много не надо эти листики я просто рву смотрите вот такими кубиками порезала небольшими но не мелкие теперь я подготовлю соус самое главное что нам понадобится это соевый соус аллея берите там подсолнечное масло какое вы употребляете там или как его там черно там оливковое вот али можно брать оливковое масло меня только такая вот и чуть-чуть горчица я достала что у меня было еще майонез добавлю и вот терияки нет это грана говорю шоу бальзамический крем соус гранатовый взяла так но самое главное так как не у всех такое есть у меня было поэтому достала все что было нам надо вот у меня есть кремница она столовая ложка соевого соуса неполная на донышке намного не надо потому что у нас салата ровно два человека буквально чайная ложка чайная ложка все главное что чайная ложка там лежала и уже есть понимание что это все по чайной ложечке так добавлю майонеза тоже меня буквально его чуть-чуть чем будет пропадать мастерица вот так вот плюх плюхнули очень красиво получилось горчица у меня американская лагидна на гостро на очень такая прикольная тоже чайную ложечку плюх это я потом закроем буквально чуть-чуть этого бальзамического крем соуса гранатового очень прикольно он идет к мясу его тоже главное не переборщить потому что он имеет такой насыщенный вкус к мясу он очень хорошо подходит так все и эту всю историю я весело перемешиваю до однородной консистенции а ну-ка я попробую мне есть такая штука-дрюка поехала да так же быстрее отлично смотрите шикарно сейчас я попробую на вкус такое соленое наверное до хера своего соуса да ну такой насыщенный вкус получился мы попробуем как это в салате для салата будет прикольно такой вкусный получился так а что у нас тут с этим луком его много поэтому я буду его кидать не весь сейчас мы все отправляем в одну кусочку а потом уже как же перемешивать еще ради вас перемешаю там было красиво так вот ручками все стерильно ручки чистые смотрите нет или не чудо может просто не весь вкус будут добавлять смотрите какая игра цвета на тебе зелененькая красная и рыженькая так чуть-чуть вот этой истории а тут лук я придумала куда-то селедку завтра куплю к селедке о перфекту вообще бья красота и вот так вот вот собственно село поливаю хлюп-хлюп-хлюп-хлюп красивая же барсик смотри окей смотрите какая красота в общем украсила немного еще сверху сыром просто так для красоты попробовала салат соус идеально вот именно по количеству и по соли и по всем вкусовым качествам он получился идеальный вот так вот стол почти засервирован ожидая свою вторую половинку наша вермишелька тоже ждет на горячей плите дожидается своего очереди бокалы уже стоять кто в вино пронесших сакит поздоровайся так что друзья мои с вас подписка лайки репосты делитесь видео и приготовьте себе такую прелесть это очень вкусно вы будете приятно удивлены насколько это просто и вкусно и никакой это не колхоз кто там подумал себе смотрите красота он дешево на лассе она позвонить бы бутылочку вина принес чешу красиво же всем приятного аппетита ставьте лайки комментируйте по поводу сковородки меня на хозяюшке напишите как вы справляетесь может я ешь не от атака у кого такая ситуация со сковородками которые пользуются такой вот индукционной плитой что у вас какая-то тоже такая проблема есть вот и как вы ее решаете напишите в комментариях пожалуйста все всем приятного аппетита хорошего вечера приятного ужина это я считаю шикарный ужин на двоих всем здоровья мирного неба смотрите дождалась наконец-то перемешали к своей очереди как вы понимаете всем приятного аппетита